Продолжается тесное сотрудничество Козыбаев-юниверсити с Северо-Западным университетом сельского и лесного народного хозяйства Китайской Народной Республики. В предыдущий семестр 11 наших студентов обучились в УЗИ Поднебесной. Кроме того, его посетили и преподаватели. Тему продолжит моя коллега. Агротехнологический факультет Козыбаев-юниверсити и Северо-Западный университет сельского и лесного хозяйства сотрудничают с 2018 года. Одним из плодов совместной работы стал агротехнопарк, где проводят исследования по выращиванию различных зарубежных культур. В октябре в здании нового учебно-лабораторного корпуса открыли лабораторию по животноводству. Сейчас там занимаются ее оснащением. Плюс на базе ТО «Козылжар-Суд» получается. До этого, когда приезжали делегации профессоров из этого университета, они посетили различные предприятия. Но поскольку близкое расположение к городу и так далее, остановился выбор именно на «Козылжар-Суд», который будет демонстрационным парком для проведения различных исследований, чтобы улучшить продуктивность животных, повысить какие-то продуктивные качества животных, улучшить кормление животных именно для североказахстанской области. То есть мы будем совместно проводить исследования в области животноводства. Важным моментом сотрудничества стал обмен студентами. В это месяц из Китая вернулись 11 североказахстанцев. По программе академической мобильности на протяжении семестра их обучали опытные зарубежные профессора. Кроме того, в ноябре китайский вуз посетили и преподаватели. Три преподавателя с кафедры продовольственной безопасности, включая меня самого, выезжали в данный университет для прохождения 10-дневных курсов по повышению квалификации, где профессура данного университета читала нам лекции по различным темам по генетике, по воспроизводству, по кормлению и так далее. Плюс для нас была организована практическая часть. Мы выезжали по различным предприятиям, то есть козаводческие фермы посещали. Очень крупный завод по производству козаводческой продукции, потому что козаводство очень развито в Китайской Народной Республике. В свою очередь представители китайского вуза стажируются в нашем регионе. Также в Козыбаф Университи планируется запуск программы двудипломного образования для магистрантов. Аделия Кушекова, Анатолий Белонок, Служба новостей.